В Бахчисарайе сразу несколько студенток-первокурсниц колледжа избили одногруппницу, видео снимали на смартфон и кадры попали в интернет. Как выяснилось позже, это было не в первый раз. Виалета Корнячук выясняла, почему взрослые допустили публичную расправу и кто ответит за то, что подростки распускают руки. Блин, что ты это делаешь? Просто так. Просто так несколько студенток Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна по очереди избивают свою одногруппницу. Пощечины перешли в клинч. Мальчики не вмешивались в разборки девочек. Синем, которую я ударила, она хотела попросить прощения у всех тех, кто бракованно говорила за спиной. И мы решили всех собрать и поговорить. Никто ее бить не собирался. Она попросила у всех прощения, кроме меня, Ани и Леры. И как-то так получилось, что я подняла на нее руку. Пострадавшей 16 лет, она первокурсница. Конфликт между одногруппницами не затухал несколько недель. Девочки, которые участвовали в этом далеко неординарном поступке, все слабенькие, все учились в школах на тройке, не принимали участие в школьных делах, общешкольных делах. Все это имеется и отражается в характеристиках, которые вчера я получила из школ. Потерпевшая девушка не захотела выходить с журналистами на связь. По информации директора колледжа, пострадавшая студентка получила травму в виде синяков и ссадин на лице. В больнице ей оказали помощь и сразу отпустили домой. В реанимации не лежала, как это писали в социальных сетях. Инцидент произошел здесь. Этот небольшой проулок находится за музыкальным училищем, которое расположено напротив Бахчисарайского колледжа. По граффити и надписям на стенах можно сразу понять, в этом месте часто собирается молодежь. После публикации видео в социальных сетях всех участников конфликта, а их 10 человек, вызвали в колледж с родителями. Мама пострадавшей отвела девушку в полицию, где они написали заявление. Сотрудниками ОМВД России по Бахчисарайскому району проведена проверка. Несовершеннолетние правонарушители преувеличены к административной ответственности и поставлены на профилактический учет. Причины произошедшего выясняют и в прокуратуре. Следственный комитет по данному факту проводит проверку. В ходе проверки будет дана и правовая оценка деятельности педагогов в части ведения профилактической работы среди подростков и пресечения конфликтной ситуации, которая могла привести к тяжким последствиям. До этого никто из участников конфликта не попадал в поле зрения правоохранителей. Все из благополучных семей. Психологи будут работать как с обидчицами, так и с пострадавшей. Безусловно, такие травмы не могут пройти бесследно для человека, тем более для неокрепшего подростка, для девочки. Безусловно, и этот психолог должен работать не только с этой девочкой, которая пострадала, но и с теми девочками, которые вели себя очень жестоко. Я бы так это обозначила. Студентки раскаиваются в содеянном. Они пытаются загладить вину перед пострадавшей, но девушка не хочет общаться с обидчицами и не выходит на связь. Я очень сильно сожалею о том, что подняла на Синем руку и сильно раскаиваюсь. Хочу попросить у нее прощения и у ее семьи. Я также соглашусь со всеми словами Инны. Очень сильно сожалеем, что мы это сделали. Очень сильно просим прощения у ее семьи и у Синем. Участникам конфликта грозит отчисление за избиение одногруппницы. Какие еще меры могут предпринять, неизвестно до окончания расследования. Виолетта Коренчук, Александр Леоненко, Новости 24, Бахчисарай.